Команда синих, я поздравляю вас с победой. Спасибо! Расскажите мне, что вам помогло выиграть? Цвет команды, наверное. В прошлый раз синяя команда доказала. Да вы победили, потому что дети ведутся на красный цвет. Фу, что за лаза, что за бред, кто этот придумал? Мы победили, потому что мы лучшие, потому что мы умеем находить общий язык с детьми, и мы заткнулись и молча работали. На удивление, каждый выполнял качество на свой процесс. Что мы от души готовились, с любовью, и как для себя, в первую очередь, так и для детей. Все было четко, все стояли на процессе, которые могут выполнить, все пробовалось с капитаном. Они увидели Витю и Диану, бабушину, и такого не бачили. Просто Диана и Витя, они были на одном уровне примерно с детьми, они их восприняли как коллег. Поскольку, скажем так, ваше развитие не пошло дальше, а вы просто были на уровне этих детей, поэтому, наверное, они больше вас восприняли как сверстников и проголосовали за вас. Ну просто кто-то бесится, потому что проиграл. Ну лузеры так лузеры. Наша команда проиграла, потому что команда была слабенькая. В той команде были хорошие повара и хорошие шоумены. А у нас был только хороший повар, это я. Идет Атаня. Не больше всего шоумена. Дима показал себя как не шоумен, а как из сельского клуба, массовик-затейник, и то там есть лучшие массовики-затейники. Он вводил хоровод с детьми, и дети на сцене не плюнули, идут и почувствовали, что это фальшиво. Вот и все. Ну, во-первых, Манширова как капитан вообще фигня. Во-вторых, там было слишком много гонористых, слишком много косорухих, рукожопых и ленивых. Ну что ж, команда синих, вы можете подниматься на балкон. Спасибо большое. Спасибо. Червона команда. Час обрати найслабшего. Самый ужасный момент. Опа. 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 Да. Бунт. Оксана. Сегодня тебя спасло то, что ты в черном факте. Это, во-первых. Во-вторых, в том, как я за тебя голосовала, я, честно, ну, меня мучило сумлёння. А сегодня, честно, как бы не черный факт, я голосовала против тебя, но ты в черном. Хотела, честно, моё желание было голосовать против Жене. Спасибо, что он не был в белом фактусе, потому что я на него такая была зла. Я знала, что это капец. Честно, я понимаю, что он достойный того, чтобы быть постоянно в черном фактусе. Вика, я голосую против тебя, потому что, на мою думку, твоя выпечка была не занадто для детей, честно. На мою думку, это больше выпечка подходит для людей, которые уже старшего века. А детям надо что-то такое интересное, шоколадное, вкусное. Но она подготавливала то блюдо, которое едят, на мою думку, пенсионеры на пенсию. Ну, моя думка. Оксана, ты что, вообще с ума сошла? По сути, это тот же яблочный или грушевый пирог, который дети просто обожают. Из детства едят у бабушек в деревнях. Я была удивлена тоже этому голосу. Какие мать взрослые десерты? Взрослые – это от десерты. Это по алкоголю, это взрослые. А пирог яблочный, там, я не знаю, грушевый – это реально детский десерт, как на меня. Ну, ты что же не подсказала? А ты же капитаном была. Куда ты смотрела? Ты же утвердила выпечку. Оксана, подожди, а задание вообще ты утверждала ничего, что ты капитан, да? Ну, как ты тогда промахнула такой момент, что Вика делала десерты не для детей? Ну, как бы, возможно, Мансирова проголосовала против Вики именно по определенным моментам. Как бы, она не хотела по-любому голосовать за Самвела, который стоял в ней в черном фартухе. Возможно, видела, как Ярик работал, и ее какие-то рабочие моменты смущали именно голосовать против Ярика. И, как бы, остается кто? Вика, все, держи свой голос. Я считаю, что у нас была, ну, со стороны Оксаны большая ошибка. Она не управленец была в этой ситуации. Ну, все-таки надо было, наверное, больше меню продумать. Я давала, в принципе, всему работу, яке я знала, что я сделала. Але она, называется, Дима, сказал, заметив, что Оксана виновата. За кого я могу проголосовать? Это Ярик, Самвел и Вика. И чем сегодня заработал Ярик бонус? Это тем, что при том, что мы друг друга терпеть ненавидим, мы стояли за одним столом и очень слаженно работали. Поэтому мой голос за Самвела. Ну и плюс я был уверен, что Самвел выберется. То есть он достаточно сильный участник. И для него не будет составлять труда среди тех, кто уже был в черных фартухах. Просто сделать блюдо хорошо и подняться на балкон. Самвел, подно нечеловечно с моей стороны голосовать против тебя, но повторяется та же ситуация, когда не знаешь, из кого выбирать. Я уже в черном, ты всегда говорил, что голосуйте против сильного, сильный выкарабкается. Просто ты по жизни такой яркий, у тебя очень много в театре образов. И на шоу ты должен испытать эмоцию, побывать в черном фартухе. Прости. Прости, прощай. Капец. Давайте сейчас будем тупо голосовать, ну, когда же будем голосовать так, типа, ой, я хочу, чтобы Анка бігала в черном. Давайте голосовать все против Анки. Это, я считаю, это уже не называется. Голосование должно быть чесное. Если ты считаешь, что человек виноватый, голосуй против него. А какого хрена голосовать против той людини, которая выкладалась на все 100%? Женечка, полива, да? Вот это вот, как есть, подходи и каже. Может быть, это подло голосовать против тебя. Но у тебя еще не было черного фартуха, ты сам это сказал. И ложа мене это. Вот этой Женечка-ангелочек. Як пиявка, як гнида на гребешки. Він присасывается до кого-то, там вот в голову, под кору головного мозга залаза, Женя полива, да и там живе. И кто сего тяне на собі. Ярик, я знаю, что ты будешь голосовать против меня по той причине, что я твою заправку для пиццы назвал дресней. Я ее назвал дресней после того, как она зляпалась на партикабле и на печках, она выглядела, как дресня. Но дресня она еще не потому. Когда-то Николай сделал мне замечание, ну не только мне, когда мы делали конкурсный, командный конкурс был в павильоне, у меня Николай сделал замечание, что я лопаткой попробовал блюдо и дальше мешал. Я ночью после этого не спал. А ты берешь вот эту свою дресню и пьешь оттуда. Ярик с Мишленовскими звездами во лбу, с вросшейся повязкой в лоб, он наколотив вот эту смазку для пиццы. И он эту смазку пив прямо из горла. И вот так мочил туда свой язык, мочил туда свои слюны, уставил свое ДНК в ту начинку. А потом мазали людям. Я стою, мне так хочется самого этого ляпнуть. Когда он начинает еще при судях тут стоять, короче, он рассказывает, что моя пицца – это дресня. Я так и стою, сдерживаю себя, я не знаю. Ну, короче, повезло самого этого, не ляпнул я его. Ярик сделал всего пять пицц за два с половиной часа, пил соус прямиком с общей посудой, так скажем. Ну, блин, ну это реально, ну ни в какие рамки. Это недопустимо, вот это честно, вот только поэтому. Все, больше так не делай. Спасибо, Самвел. Пожалуйста. Проиграл, короче, капитан. Капитан был вообще ніякий. За два с половиной часа сварить ніякий борщ непонятный. И при этом питать, как варить борщ, я так не варила, я так не знаю. В этом моменте я поняла, что винта называется, я не знаю, как на него гнида, как на него сказать, потому что он вообще охреневший. Я стою в шоке, честно, знаете, как было бедно в том моменте. Ну, поскольку за капитана не можно голосовать, я голосую за зампомощника капитана Самвел. Это был ты, ну, как бы. Спасибо. И мой голос за тебя. Ярик озлобленный на меня, то, что я проголосовал, я сказал правду. Не пей с чашки, которую ты будешь давать детям. Детям. Никому не будь. Не собей дома на кухне. Ты можешь попить и сам потом есть. Или родителям с сыном. Есть у меня вопросы и к капитану команды. Это Оксана. Она не справилась со своими обязанностями. Есть вопросы и к Евгению. Женя, если бы ты не был в черном фартыке, ты бы был сегодня в нем А5. А голосую я за дорогого, нелюбимого Самвела. Ну, братуха, ты еще не бегал. Побегай, не обижайся. Спасибо. Сразу, как только наша уже команда проиграла, я знала, за кого буду голосовать. За Самвела. Потому что я была удивлена его работе в команде. Он сделал несчастные брауни, они еще и половина поразваливались. И он не хотел коммуницировать с детьми. Он не хотел их развлекать. Но как-то он себя практически не проявил. Сегодня я голосую за тебя, Самвел, только потому, что ты когда-то сказал, Никита сильный, он выплывет. Вот за то, что ты сильный, выплывай. Спасибо. Вестя. Пионеров надо тоже же учить как-то. Ну, а как их еще учить? Собственным примером комсомольца. И баба Таня выходит, короче, последний контрольный такой. На. И все. И, короче, у Самвела там все голоса. Самвел, мне кажется, тебя подставили. Ради кослили тупо. Да, по сути, это был слив, потому что когда-то Самвел имел неосторожность сказать о том, что на черной фартуке иногда можно выбирать сильных людей, чтобы они доказывали, что они могут выбраться из любой ситуации. Потому что не надо молоть своим языком все подряд. Ты фильтруй, что ты говоришь, потому что это тебе аукнется. Самвел, выходите к нам. Вообще непонятно было, Самвел всегда хорошо работает. Да ладно, нормально. То, что они слили Самвела, я охренела на самом деле. Учитывая, что я знаю, как работает Самвел в командах. Мы с ним очень часто были в одной команде. И Самвел реально пашет. Самвел по 15 процессов делает одновременно. Два раза выпекал брауни. Два раза, один раз робил меренгу, робил заваренный крем. Жарил вот такую стопку блинов и делал зажарку им на борщ. То есть у меня было больше всего. И они решили голосовать против меня. Почему команда проголосовала против вас? Потому что жизнь полна несправедливости. Это одно из ее проявлений. Бедненький несчастный. Жестокое отношение ко мне. Больше ничего. Я старался, делал. Я не стоял ни минуты. Той, того любит. Той, той на диване сидит. У тих один мозг на двоих. У тих голова на бекрень. Той слепый, той горбатый. Так они голосуют. И они договорились голосовать против меня. Пять голосов. У меня за все конкурсы не было ни одного голоса против меня. Не то, что я хоть раз был в черном фартуке. Против меня даже ни один человек не голосовал ни разу. И в этот раз пять. Не велика потеря Самвел с ним. Ну, я думаю, Самвел в черном как бы еще не был. Конечно, каждый должен тут прочувствовать эту черную работу. Сто процентов. Надо всех нарядить, кто еще не был. Красная. Поднимайтесь на балкон. Татьяна, а вы куда? СМЕХ Нет, ну все пошли, я пошла. Черная на балконе. Спускайтесь. Сегодня мы приготовили для вас очень простое задание. Оно находится под этим баранчиком. Думаю, ну какие могут быть простые задания. У вас всегда простые задания, что я потом хожу офигевшие подводняю. Знаем мы эту лажу. Слышали, как обычно, что-нибудь придумают, а нам гореть в аду потом. СМЕХ Блинчики? СМЕХ Блинчики с ананасом. Блинчики шикарно лежать, короче. Куча так блинчику по-богатому так наложено. Соусом так залита апельсинки там лежать. Ну, прикольно. Это крепсюзет Млинцы в апельсиновом соусе Само эту страву вы должны сегодня приготовить Здивованы? Еще так Адже вы все хорошо знаете моё ставление к млинцам Втім, эта страва действительно особливая Я бы сказал, королевская Перед цей десерт був приготовлений у 1895 році Спеціально для принца Уельска Секрет крепсюзет у правильно замешаному ніжному тісті Тонких, майже прозорих млинцях І умілому поєднанні апельсину і куантро у соусі Адже забагато чи того чи іншого Може зробити його нестерпно гірким Тож будьте уважні Называється крепсюзет Я вообще таких слов даже не знаю У меня это, конечно, запугало, когда я еще сказал, что это блюдо готовили принципу Ну принципу, не принципу, он же тоже человек, это принципу, первых Ну блин, а что там блюдо с 1805 года Блин, я думаю, кури миша вообще тогда, ну блин, у моих дедов никого там не было, я 96-го Ажа, распробуйте Да, можна, нет? Да, я хочу тоже Ого! Смажно Дай посмотри Да ложки здесь Ребят, не руками Попробовали ці блинчики, було сразу видно, що там апельсин, що там масло, що там якесь спиртне Блинчики, вони дуже тоненькі Очень вкусно, безумно вкусный соус С каким-то таким вот, ну, волшебным привкусом я не могла понять, что это Да, ну есть же, но стоят эти дурацкие коробки, как обычно Эти коробки, как правило, скрывают всю язык ісущность ада У меня вопрос, чим ми будем готовить блинчики, на чому? Стоять коробка, що в той коробці? Поднімайте ваші коробки О боже, що це? Ой, кошмар Що це таке? Ой, матерь божья Думаю, ну, правильно, це все, що нам надо А потім якось розкрываю глаза Смотрю більше так під мікроскопом Они всі зогнуті Они всі якісь потыкані Какі-то дырки Це вийде Кошокі Ну, білку Я посмотріла, це кошмар Та шо я? Я смотрю, какой-то нож такой кривий Миска з дырками Я сначала думав побежать к яктору Показати ему, ну, блин, ну, шо це тако? Шо-то, хто-то на ногу поприкался? Смотрю назад Смотрю майже тако же самое, що хуже? Я не поняв, шо це передо мной, шо робить? Там перекручена отак сковородка Там отак от закручена вилка Отакий поломаний венчик щось здувати Перекручений поломник з башкою такою Одірваною Отака чашка, отака дырка в чашці на дні То есть ты туда не лить, ничего не можешь. А почему я посуду пополоктовал? Я думаю, ага, все равно не пойму, что с ним делать. Я не пойму, я думала, может, это эти штучки, ну, цими предметами надо будет кидаться, или что делать. Ну, точно, чтобы не готовить с ними. А чого вы так удивились? Профессия кухаря очень непредбачивана. Часто доводится працювати в складных, часом экстремальных умовах. От и покажи, что вы на это сдадите, что вас не зупинят такие трудности. Битва черных – это ваш последний шанс залишиться на проекте. То же самое час довести, что ані погнутые сковородки, ані дырявый посуд не могут стати вам на заваде. Это все, чем вы сможете готовить сегодня. Ай-яй-яй-яй-яй, а как же готовить? На работу возбудит 45 минут. И всего лишь 3 минуты в продуктовой колодовой. Время пошло! Один сахар. Я думаю, что ребята сегодня должны реально проявить креативность. Не лише креативность, но и технику. Я переживаю, аби вони не використали надто багато апельсинов. Тоді соус вийде гірким. Это самое главное. Ну, и времени у них не так много. Нужно быстро сделать тесто, дать ему постоять. И тем временем заниматься апельсинами. Если тесто не отдохнет, они не смогут его сделать тоже. И самое так. Думаю, сейчас все, продуктов хватает. Вроде бы все, план в голове прокручивается. Все, думаю, буду работать. Думаю, возьму я эту, ну, вот эту вот миску большую. А там дырка. Думаю, я положу в сковородку. Сейчас. Мы в шоке. Ой, туплю. Женя там уже все. Вот это вот. Не знаю, вот это вот. Очочки. Вот это пот. Боже, Женя опять в истерике. Ой, боже. Женя, концентрейсинг зробуй. Женя, ты помнишь, что я тебе говорила? Соберись, ну ты же все знаешь. С этим замесом тесто нормальная лютика на тебя, кажется. Ну, все же, сковородки, знаешь, ничего не страшно. О, матерь божья. Что там, злобин еще? Еще чуть-чуть, наверное, давай. Муки. Ну, зато ты, Канька, молчит, не трыдит, ни с кем не дерется, не ревет, и все у нее нормально. Ты, Канька, вообще, сегодня, отвечаю. Вот киборг молча и целенаправленно готовила. Она вообще ни с кем не разговаривала. Она тихо делала свое дело, ни у кого ничего не спрашивала, никто не подсказывал, но четко знала, что ей надо делать. Я хоть в голове была такая идея, что надо делать блинчики кружочками. Ну, я, как мы, бачила их судью, думаю, может, ну, в принципе, сказала, надо делать таке самое. Я же беру еще, а немножко в рот поставлю еще, я думаю, две будут, и попробую ее и так, и так. Это, конечно, чесно. Сыплю на одну, и я думаю, что ни хрена не получается, что все тесто расходе по бокам, серединка пуста, а ци конки мне не подобаются. Думаю, чуть-чуть жидкейше сделать тесто, оно более-менее будет жидкое. Думаю, если то я буду, у меня там была, типа, називается кисточка, буду кисточкой, типа, расстрелять по всей шковородке. Чуешь, Самвел, а ты не знаешь половинку можно делать, чи надо обязательно силы делать? Ну, не знаю, я не знаю, может, уже половинку делать. В принципе, никто не запрещал этого. Самое сложное было пожарить блины. Это было самое сложное. Это было самое-самое сложное, жарить блины на такой сковородке, на такой печке. Потом попробую ее перевернуть и держать надо. Оно будет падать. Можно делать половинки, а? Вот они мучаются. Так делай половинки, чего ты мучаешься, действительно? Сделай миниатюрные эти блины. Фантазия, полют фантазии, Самвел. Фантазия, Самвел, включай фантазия. Я понял, что целыми блины не получится, потому что они отлипают, эта сторона, и ложится на ту. И я понял, что надо просто делать на половинке. Знаешь, как я сделаю? Сейчас его перережу пополам, и на половинку брошу. Берешь, как обычная сковородка, только короткая, такая прямоугольная, она получилась половиной блина. Я так наливал прямо из той другой сковородки, где было тесто. Я так размещал рукой, ну, туда-сюда, телепав эту сковородку, ставил на огонь и жарил блины, дивился. В принципе, довольно-таки правильный ход. Молодец, выкрутился из ситуации, реально красавец. Что, Самвел, жарится? Жарится, да. Самвел вообще, я не знаю, на чин дома каждый день эти блинчики на этих сковородках жарить, кривых вообще просто шики-блеск. Бачу, вы знайшли способ, как смажете млинцы. Сперва сделал один большой блин, но когда его переворачиваешь, он падает. Я делал цельный. Я решил разрезать пополам, да, и делать лучше так. Как профессионал, а? Мажни, короче, я не знаю, что-то такие творят, такие творят. Мажник, пошла жару включать. Мажник, на холодную сковородку не лей. Сковородка же разогретой должна быть. Мажник. Мажник, жарь на плите. Переворачивай на плите и жарь дальше. Нормальная тема. Советовала блинчики жарить просто на плите, а не на сковородке. Но плита ровная, сковородка кривая. Логично. В банке Мажник там вообще что-то горит. А тут она выливает уже на комфортке. Ну, стоит, чувиха тупо играется. Думаю, блин, Ладенкова уже да выпендривалась, да пелась песни Наташи Королевой на битве черных фартухов, понимаешь? И благополучно взяла свой желтый чемоданчик и поехала в освоясь. Ну, Мажник, он видишь, что жарится? Так она ее не разогрела. А ты ее никак толком не разогреешь, только в духовке. И ту вторую надо, а не ту. Мажник, лучше возьми вторую, которая в мойке, сковородка, потому что это вообще пи***. Вы больше накричите, ставь в духовку, в духовку ставь. Но я подумала, что может быть, эта идея, ну, я поставила в духовку, у меня духовка разогрета была. Засунь эту, ёб-м-м, сковородку в духовку. Я засунула уже. И в духовке жарь блины. И смотрю, ни хрена у меня там не запекается, не печется, ничего не делается. Жарится, не хрена. Что там, говори, Мажник. Мажник, ну прижми с двух сторон. Это офигенный конкурс, просто. Думаю, блин, ну что ты гонишь вообще? Стой, нормально делай. Ну, это мастер-шеф. Чуть, ну, хватит уже, да, там включать вот эти вот жонглирования вокруг печки. Стой делать то, что Эктор тебе сказал. Ну, Анка там что-то заигралась в том тесте. Думаю, так, ладно, мне Женю надо. Потому что, думаю, я не позабочусь, блин, сейчас вообще, блин, пойдет домой. Блин, надо ускоряться. Итак, Женя, шли 12-е сутки. Смеркалося. Я думаю, все, пора жарить блинчики. Смотрю, беру сковороду, думаю, то ли в той, то ли в этой. Жарить. У вас какие-то проблемы? Я не знаю, в какой мне сейчас съемкости, да, жарить или в этой, или в этой. Нет, я не знаю. Мне кажется, надо все-таки в этой жарить. Хочется. Вже час діяти, а вы и доси думу думаете. Это ваша разхлябанность и разгубленность. А ну, негайно зберіться. Удача. Спасибо. Сковородка какая-то изогнутая. Она неровная. Как жарить? Че держать? Как держать? Думаю, ужас. Блин, уже... Женя, одной стороной прислони хорошо, нагрей, на ней жарь на половине. Балда, не середину грей. Так вот, да, на половинке. Прижми ее к этой, блин, к печке. И стой, держи. Пожалуйста, жарься. Че ж ты не жаришься? Надо же ему блинчики тоже ж ворочать надо. Женечка ворочает, а он все. Блинчик лежит, а чем пальчик туда сунем, оно же ему печет бедному. Ой, ты дитятку, думай, маленький. Что ему робить? Подожди, чем не... Женя, не так. Досечкой. Прям досечкой. Да, досечкой, да, призми. Да, огонь, красава. Боже, как Женя начал эту досточку ерзать, мы уже там падали на балконе. Припадок как бьется. Вин ту доску и под сковородку сунул, и на сковородку сверху ложил, и сбоку, и за ручку. Я не пойму, ну и шо ж ты не понимаешь, дурненький, маленький. Шо ж оно такое маленькое? Блин, ну че ж оно такое, вот. Где соус, где блинчики? Тут, короче, через некоторое время у Женишки получилось. Сковорода зафиксирована. Жека, снимай блинчик, он готовый. Нет, не готовый. А шо он такой покореженный у тебя, Женя? Ты Жеку бачил? Смотрю, блинчики такие, это, получается, ну не такие, как судьи просили. Вроде бы там пробуешь это. Вроде бы и вкусные, а вроде бы и сахара слишком много. Батаня, время! Какое тесто? Вы там уже жарили блинов, есть что завернуть и нормально. Делайте соус, у вас вообще нет соуса. Кого я буду троллить, если вы домой уедете? Бабошина! А, ты шо? Что-то ходит, какая-то квотика на сетке, не знает, куда ей податься, не знает, что ей делать. А Бабошина ни пять, ни десять и вдруг начала орать, делай фреш. Зачем тебе эти блины? Делай фреш. Ой, я таких этих друзей и подруг уже пережила много. Эй, ***! Правильно делаешь? Стол у меня был весь закаканный. Ну, не могла я эту биску паразитскую дырявую. Я ее вроде так держу, где нет дырок. Еще эта дырявая, что ли? Осторожно. Да, да. Ага. У Татьяны была сковородочка изогнута наружу, и она налила некоторое количество масла, в общем, не подрассчитала поворот сковородки, так скажем, и масло вылилось на горячую поверхность. Ой, ой. О-ху-ху. Таня. Это масло. Что вы делаете? Вы что, хотите спалить кухню мастер-шеф? Эктор, как бравый повар с опытом, потушился быстренько. Ну, в общем, если бы не было Эктора, я думаю, закончилось бы сегодня очень печально. Думаю, знаешь, баб Таня уже таким способом как-то любовь показывает, свою жаркую, палку. Ну, я же знаю, что он ей нравится. Горячая женщина в молодости, еще знаешь, ну, то, что ей 60, это еще ничего не значит. А как бы мне не было поруч, треба працювати обережненьше. Ну, я же не хотела. Ай-яй-яй. А у тебя осталось? Все нормально. Вино осталось. А что вы выпили? Я не брала. Я понимаю, что сейчас зависит от меня. Если я не приготовлю, я уйду домой. Я все-таки как-то стал тактику думать, ну, как приготовить. Думал, и в духовке печь, ну, и соус в духовке, ну, и на сковородках. Ну, очень было у меня мысли. Витя, горячая сковородка, нет? Нет, ханшагрица. Для быновши ханшагрица. Засунь в духовку ее. Пацаны, она такая должна быть где-то. Покажи, жилье. Сейчас я ложку возьму. Давай. Да, 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 вполне неплохое. А водки, ой, а этой штуки куда? Это то потом соус. Виктора Викторовича, ну, контролировали Никита и Злобин. Ну, нормальные пацаны, толковые, знают все, ну, знают багато. Надо первым попробовать, короче. Витя, алиса! Давай, давай, лей! Блин, а я посмотрю на эту сковородку, она так вот погнутая. Как я его разолю? Она сейчас вылится все. Блин, ну, думаю, ну, жесть, короче. Еще лей! И засовывай в духовку, жарь. Хотя бы один, да, на выхлопе, чтобы был нормальный? Еще лей! Она у меня разливается на плиту, дым идет. Витя, быстрее! Она не должна остыть! Еще, давай, еще, еще! Витя! А еще мне она подсказывает. сейчас бы корова мочала, бабочка, она не твоя. Стоят опытные, Никитка и Жаня мне подсказывают, а эта корова кричит, кричит. И думаю, тебе все должно быть все равно. У Вити блинчик перевернул, перевернул на другую сторону. Хороший блинчик, один, но хороший, реально хороший. Соус, вот реально сомневался насчет ветяного соуса. Все, на этой стороне выпаривается, пусть она... Сахарку добавлял? Сейчас, Добин, сейчас, я тут на двух сторонах жарю. Я логику включаю сначала, включаю две плиты сразу. В одной, получается, она так вот выгнута, у меня в одной жарится соус, а в другой карамезируются апельсины. Божемашник там какую-то миниатюру рисую. У меня получилось шесть блинчиков, таких, ну, хороших, которые можно было вот отдавать на презентацию, на блюдо, но я из них выбрала четыре штучки, такие, завернула их. Я хотела использовать все девайсы, ну, интересным способом. А ты в детстве ходила на курсы по пьемаше? Да. Х**а ходила. Кстати, меня учитель хвалил. Я порезала этим ножом волнистым блинчики, разрезала напополам, позаворачивала в конвертики. Крутить, короче, что-то там, какие-то такие, я не знаю, как пельмени, такие беззначные, какие-то просто блинчики цели и заворачиваю так. Ну, к чему она думала, тебе сказали, дробить трехвольный, полицоусом, все, свободно. Попробуй вкусно додому, и на балкон идти, все. Ну, что-то, таке, месяц непонятное. блин, так решила, мимка, манка, мол, не так, так я так это вижу. Ну, так, ты бачишь на ушел, что хочешь, то и роби, сама решила. У Машники котик, нахер. Машник хитрит, как обычно. Что на Анка натворила, боже, думаю, что это за калы? Что это за калы? Я не знаю, что кого хоронят, что помины, что куда, куда эти калы вообще? Понимаешь? У Анки там, как всегда, цветочки смеху, очки, понимаешь? Монсировай красивые блинчики. Хсюха, молодец, красивые. Монсировай красивые блины. Вот там было хорошее. Пять. Так, подождите, подождите, пожалуйста, я вас умоляю. Жека, давай. Четыре. Ну, там, я не знаю, он бедненький, за то, что ручки дрожали, он не смог даже отцентрировать тарелочку. Ну, так он переживал сильно. Цедру не клади вообще-то, да. Три. Все-то, видите, на чем-то он потрусил. Какого? Корица. Два. Красиво. Такое. Один. Время, стоп, пожалуйста, дадите от ваших рабочих столов. О, ты, Таня, вы справились? Таня, блинчики жарила, когда тебе еще не родилась. Удачи, но не всем. Почнемо мы с Санвелла, Оксана и Евгена. Виходьте с своими стравами до нас. Смотрю, хоть бы женечка не начала рыдать, как обычно раньше времени. В этот момент орут дыканьки, дыканька, только не включай режим панды, и все будет хорошо. Вы задоволнили результатом? Ой, честно, как на мою думку, не мені судити. У нее вообще интересная идея, конечно, два блинчика, один рулетик, она там еще завернула, что-то с оуском полила. Женя. Ухас. У Евгеша, он у него уже просто на эмоциях было написано, что у него что-то, но вот что-то у него не получилось. Просто плач. Самой. А вы Шамвеллы? Ну, не знаю, мне, честно сказать, когда готовлю, я вкладываю душ. хоть на сколько могу. Как бы у Самвела самое большее было похожее на оригинал, ну, как бы со стороны. Еще хочу сказать, что я в шесть лет стоял на вот такой скамейке возле газовой печки и пик 300 бленев. В шесть лет. Да? Почему вы смеетесь? Да нет, когда волнуюсь, мне что-то смешное, не знаю, всегда так. Даже на похоронах, если у кого-то, мне может быть стать смешным, поэтому я похороны не люблю. Мне чем страшнее, тем смешнее. На самом деле, я не чокнутый, я нормальный человек, обычный сам. Ну, просто меня своеобразно чувствую. Мне было очень смешно, что мне смешно. Вот такие, у меня в голове какие-то тараканы вот такие мигают, и мне смешно оцю. Самвела, в вашем линце правильной формы, товщина равномерна, гарно обсмажені, тож ваш дитячий досвід став вам у нагоді. Однако, что до соусу, то он за рідки. Треба было его долго давши випарювати. А от у страви Оксани консистенція соусу значно ближче до оригиналу. Однако его у вас чомусь замало. Я их промазала, я блинчики ще промазала цим кремом, чтобы они впитались, ну, воли, воли, сочни. Что ж до ваших млинців, Оксана? То форма хороша, вы хорошо замесили тесто, они не грубые. Оксана и Самвела, ваши стравы не идеальны. Однако вы постарались максимально приблизиться до оригинала. Вы вдвох обрали однаковую тактику, швидко зорієнтувалися і одразу взялися до роботи. Вы упоралися с этим завданием. Я ж підпригнула от радости. Я такий був, чесно, я був щасливий, що справедливость вас тержествовала, що я незаконно попав в цю номінацію і що це урок должно быть всім. Надо голосувати чесно, ну, будьте людьми, блін. Целья, сіво, сіво велике. Диканька умничка, она нікого не слушала, она сьогодні не поддавалась на этот кипиш, который сверху творился. Она просто делала своє діло чітко, і чітко його зробила і поднялась на балкон. Це було, чесно, дуже радісно, тому що в мене це вже третій фактор. Я вже, чесно, на такій степені їх боюся, я йшла, піднімалась на балкон, я розуміла, що тут треба думати за себе, не думати про Самбелла, про Женю, про Ярика, треба думати про себе. Ну що, Женя, не сподівався. Я не знаю, то ли оправдываться, то ли что делать. Ужас. Стою в полном разочаровании. Апельсин все-таки нужно было извлечь в филе. Вот этих белых частей, их не должно быть. Да. То есть вы все знаете, но почему-то не делаете. Возьмите свое блюдо и вернитесь, пожалуйста, обратно. Конечно, я довольна, что Женечку отправили на место. Женечки домой, до моего места, в будке. Когда судьи меня вернули за поверенность, то есть я понимаю, что путь мне уже простелен, уже домой. Но как-то думаю, все-таки зацепочка в любом случае имеется. То есть в любом случае шанс есть. Думаю, ну все, номинация есть. Как это в игре «Спортлото» один лот угадан, да? Виктор, Тетяна и Анна, подходите до нас? Тут, короче, Виктор Викторович, вылетаю. Да, Виктор, Виктор, у нас своих двоих. Папа Таня труситься, наче я не знаю. Первый раз замужем. Виходить Анна Мажник, овеликой кулінар. Виктор, Виктор, ваша страва, Викторе, красномовно промовляє, що млинцы далися вам сьогодні. Ой, как нелегко. Тесто товсте, и вы явно перестаралися с корицей. Тетяна, а у вашему сюзеті? Мене дуже торбує смак соусу. Ви що, додали туди мед? Ну вот захотелось мне в соус меда. В блинчике я положила сахар чуть-чуть, а вот захотелось. Ну вот. В оригинальному рецепті його немає. До того ж, ви забули про пропорції. Соус ваш вийшов надто солодким. На контрасті з невдалими млинцями ваш соус, Викторе, вийшов смачним, збалансованим. Смак стриманим, хороша консистенція. Вас же десерт, Тетяно. Навпаки врятували гарно обсмажені соковиті млинці. Ці крепсюзети явно не для принца. Однак це таки крепсюзети. Тож ось вам фартухи. І на балкон. Фух, спасибо вам. Евгеньевна, красавчик. Ой, красава. Баба Таня, короче, АК-17, как хватается у фартуха, бежит на балкон, реально баба огонь. Баба Таня все дасть, ну, не всім, ну, половина з нас точно дасть фору. Спасибо. Давай, саранчан, нещись обратно. А що ж приготували нам ви, Анно? Сладкі блинчики з апельсиновим оттенком. Бабочки. Чи ногами ті блини пекла, чи руками, чи головой під німецьку музику зав'язаними глазами вона усе діляла. Я не знаю, що дробила машник, але зробила якісь ось такі оладки, як блини. І попротикали їх цедрой. А там не блинчики, а шмінчики якісь, ну, тако, непонятне. Здалека ще більш-менш казалось. А тут же дивлюсь, короче, це взагалі ні о чому. Я старалась, пыталась зробити все для того, щоб походила на оригінал. Серйозно? Невже. Це ж зовсім інша страва. Це радше схоже на якісь човники, квіточки, якісь канелоні безначинки. Але аж ніяк не на креп сюзет. Тебя попросили сделать одно блюдо, а ти лепишся з ним другое. Она там мазанула себе на тарелку. Ну, как бы кучка такая, да, непонятная. І дві полоски соус. Ну, как бы я особо і не зрозумів її мисли в цьому. Що вона там вообще в цій кучці наваляла? Жені, підходь ти. А ви в балкон спускайтеся. На початку конкурсу я наголосив, що це ваш останній шанс. І треба зробити максимум, аби довести, що ви на нього заслуговуєте. Але ви ним знехтували. Знімайте ваші фартухи. Глаза повні печалі у Євгеши. Аня уже стоїть там, чуть не плаче там. Ну, именно так. Именно все четенько определили, как они работали в сьогоднішнем конкурсі. Жені. Ваша розгубленість кожного разу, як камінь тягне вас на дно, і, здається, вже нічого вас не врятує. Але якимось дивним чином, чи то від страху піти, чи то просто з якогось дива, ви збираєтесь, і таки видаєте результат. Ось і сьогодні ви більшу половину часу вагалися, а потім стали і зробили. Так, замало соусу. Так, млинці. Ой, які не ідеальні. Але сьогодні вас врятувало те, що ваша далека від ідеалу страва у сто разів більше схожа на оригінал, аніж страва Анни. Цей фартух ваш. Спасибо. Паліва да спік блин. Як би то не було, він спік блин. Все, він справився. Мажник цього не зробила. Мажник зробила ось такі кружочки. Вона їх ось так зібрала, проткнула, зібрала якусь кучку. Так, це як якось другое блюдо могло бути. Але задання було зробити крепкий сюжет. Все. Настя, він не зробила. Мені не подобається блюда Ані. Ну, не хочу проявляти залишнюю самоувереність. Я не Нікіта, щоб тут хвалити себе сам себе. Але думаю, все-таки блюда у мене, ну, хоча б, там, ну, блинчики. Пускай якісь вони б не були, вкусні і невкусні. Ну, а хоч по презентації тут хоч чуть-чуть, ну, видно, що вони там такі. Це неправильно. Ви дуже часто говорили про те, щоб прийшли сюди вчитися. Однак, аби чомусь навчитися, треба вміти слухати і чути. Битва чорних фартухів цього вимагає і поготів. Є чітке завдання. Десерт Креп Сюзет. Смак, презентація, все як в оригіналі. Ви ж вирішили проекспериментувати, віддатися власні фантазії. Ана. На жаль, ви обрали невдалий час для самодіяльності. І це коштуватиме вам місця на проєкті. Анічка, Аня. Задачка тебе, Аня. Задачка тебе, Аня. Ні, мені не обидно, що вона покинула шоу. Шоу учит, дійсно. О тому, що не потрібно зазнаватися і преувеличувати свої можливості. Ну, плюс, чоловік, німножко неискрінен, а може, десь мношко неискрінен. Я буду зробити все для того, щоб побачитися з кем-то із вас в «Лекордом Блю». Дивіться в наступній програмі. Три команди – три столкновення характерів. Шо, готова проігрувати? Я тебе готова щось сделаю. Я поняла, що в цій команде хорошої атмосфери не буде. Накуйте рибу хоть, я не знаю, сделайте с ней что-либо. Не-не-не-не. Пусть она хоть краса. Чому ти, блин, така стара і така уперта? Ти задолбал, ти як в команде не работаєш, ти со всіми рукаєшся. Те, що ви робите неправильно. Мені хотілося підрізати ножом його, вбити, вигнати. Не подобається, уходи з команди! Малана, тобі казати, що мені робити, поняла? Ну, я тобі щас ляпну, ти впадеш і більше не встанеш. Кухонна еквилибристика. Показательне виступлення по ідиотизму. Їжа для неї дорожче. Мій сінуля, родной мій, так мурашить, ну просто. Спокойся, все не збивайте. Всех приходять родні, обнимають, цілують, радуються. Я просто хочу, щоб сьогоднішній конкурс побудрі закінчился і все. О, білядь, білядь, білядь. Тихо. Друг називається. Блодинка буліжала в лужі крові. Викину шістерка. Тут ка-ждей при-даст. Це що таке? Хто залишиться на цій кухні? Уйдеш сьогодні, красоточка моя. Далеко і надолго. Не пропустіть. Далеко і надолго. Далеко і надолго. Далеко і надолго. Продолжение следует...